Доброе утро! Хотел уже сказать добрый день, потому что мы-то уже давно проснулись. Вы смотрите программу «Наше утро» на телеканале ОТВ. С вами этот день встречаем мы, Степан Арефьев, Марина Гес и тема нашего сегодняшнего эфира. Достопримечательности нашего любимого Южного Урала. О многих местах мы уже сегодня поговорили, но вот следующее место... Да, вот следующее место, о котором мы вам расскажем, непременно стоит посетить, причем всем. Да, одно из самых культовых мест на Урале, окруженное многочисленными легендами, орелом таинственности. Все это, конечно же, Аркаим. Мы продолжим тему в студии. У нас в гостях Илья Валиахметов, исполняющий обязанности начальника музейного отдела заповедника Аркаим. Доброе утро, Илья. Доброе утро. Илья, ну вот расскажите в двух словах, что такое Аркаим для тех людей, которые сегодня Аркаим? Это уже не место, Аркаим — это уже понятие. Вот что такое Аркаим? Ну, Аркаим, наверное, правильно, да, что и место, и понятие. Но вообще начать надо с того, что это памятник археологии эпохи бронзы 3-го, 2-го тысячелетия до нашей эры, то есть которому порядка 4 тысяч лет. А для многих Аркаим — это, наверное, уже не только сам памятник, но и вот место, которое вокруг него сама долина реки Большая Караганка и окрестные сопки. Место силы его называют. Место силы некоторые тоже называют, да. Ну вот скажите, а что должны увидеть туристы, которые первый раз посещают Аркаим? Вот, блин, какая у них маршрутная карта, дорожная карта, что им нужно увидеть обязательно? У нас, конечно же, самым основным объектом является поселение Аркаим, на котором мы проводим экскурсии. У нас два жилища музеифицированы, мы там рассказываем о быте, о жизни в эпоху бронзы. Кроме этого, у нас есть исторический парк большой, где представлены различные реконструкции жилищ каменного века, погребальных памятников эпохи кочевников и музеи с артефактами. Но, кроме экскурсии, у нас каждый месяц проходят различные мероприятия. Мы в мае принимаем участие в международной акции «Ночь музеев». В июне у нас проходит фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима», а в июле и в августе фольклорно-этнографические фестивали. Так что мы ждем всех гостей. Илья, вот смотрите, вот там же постоянно в Аркаиме проходят раскопки. Вообще, что уникального удалось найти? Может быть, чего-то такого, чего не находили никогда? Там же действительно много всего находится. Ну вот сразу скажу, что поселение Аркаима, оно не единственное в своем роде. Таких памятников 27 на данный момент насчитывается. Аркаим наиболее известный из них. Вот эти поселения, они отличаются своей архитектурой, укрепленными сооружениями. Затем с этой же культурой связана металлургия бронзы. Это производство оружия, предметов быта, украшений из бронзы. Колесничный комплекс, находки колесниц, двухколесных повозок с колесами со спицами, сделаны впервые у нас на Южном Урале. То есть это вот такие уникальные вещи, которые связаны с этой культурой. Но вы говорили, что у вас проходят экспедиции еще, да, что заезжают большие группы археологов. Но когда вот начинают вот эти экспедиции? Потому что кому-то хочется просто последить за тем, как идут раскопки. А ведь может помочь? Ну, на самом Аркаиме, к сожалению, это не получится, потому что сам памятник исследовался археологами в последний раз в 90-е, ну, вот в плане раскопок, если говорить. Но ближайшие, допустим, наши экспедиции заповедника Аркаима следует поселение Левобережное, вот к этой же культуре, которая относится. Оно в Брединском районе, то есть, ну, вот в нескольких десятках километров от Аркаима. А экспедиции проходят обычно июнь, июль, август, вот в летние месяцы. Ну и можно, да, любой желающий может приехать? Ну, как правило, надо... Пустите посмотреть, да? Волонтеров набирают. То есть надо смотреть, просто искать, да, объявления, в том числе через Аркаим, может быть, как-то волонтеров набирают. А вот скажите, пожалуйста, действительно вокруг Аркаима очень много всяких тайн, легенд. Вот что сказки, что вымысел? Я знаю, что есть такое, вот ты, допустим, если приезжаешь, если Аркаим тебя встретил, ты можешь туда зайти, если он тебя не встретил, закрыл перед тобой свои двери, значит тебе, да, еще энергетический вход туда закрыт. Что сказки, что вымысел, может быть, самый какой-то яркий пример? Ну, знаете, это все появилось где-то в 90-е годы, вот эти все истории, связанные с окрестными сопками, с какой-то энергетикой, вот Аркаим как место силы и прочее, это все в 90-е годы и придумано. Это все сказки, придумано? Да, это придумано все, конечно. Я тогда не поеду туда. Нет, приезжайте, у нас есть что показать. Популяризация. Так мы за этим-то и хотели. Ну, ты же знаешь, как эффект плацебо, хочешь получить энергию, ты ее там получишь. Мне кажется, люди просто находятся в поиске чего-то, придумывают себе вот какие-то такие вещи. И самое главное, что это им помогает найти и становится лучше. Кто-то говорит, что помогает, да, но это вопрос веры, мне кажется. Ну, что ж, Илья, огромное вам спасибо, мы вас поздравляем, что вы каждый день можете прикасаться к истории, и за вам немного даже в этом завидуем. Большое спасибо. Степан, завидует? Я не очень. Буду заиграть. Спасибо вам большое. Да, я напомню, что у нас в студии был Илья Валиахметов, исполняющий обязанности начальника музейного отдела заповедника Аркаим. Да, а вот сейчас мы поговорим о храме в селе Алабуга. В этом священном месте, по словам прихожан, происходят настоящие мистические вещи. Вот какие там чудеса произошли, расскажет наш корреспондент Алена Павлова.